Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Поговорим мы о матче Спартак в Севиле Доброе утро Доброе утро, многие ждут Ты ждешь матч? Нет, я матчи не жду, потому что я за Спартак не болею Но я болею за российский футбол, поэтому смотреть буду однозначно Дима, какие прогнозы? Ну так, от общего давайте к частному Ну, надо начать с того, что три недели назад Спартак провел, наверное, главный матч в этой Лиге Чемпионов Играл с Ливерпулем Это самый топовый соперник, как сейчас говорят И Спартак провел эту игру достойно, устоял 1-1 счет И поэтому сейчас многие думают, что будет легче Мол, самое страшное позади Страшных англичан прошли И не таких страшных испанцев должны пройти тем более Но наивно так думать Ну, мне кажется, испанцы они такие Испанцы, они не просто крепкие Это классная, это топовая команда в России Она была бы наверняка на первом месте В Испании она четвертая И по бюджету, и по составу, и по месту Но команда классная Достаточно сказать, что за последние 10 лет Она выиграла 5 европейских титулов 5 кубков Лиги Европы Скажите, пожалуйста, Дмитрий Ну, я когда, скажем так, готовился К эфиру, прослушивая спортивные сводки Я слышал, что, в принципе, для Спартака Ну, многие говорят, что достаточно уже решенная ситуация в группе Мол, все? Ну, мол... Нет, она решенная, если... Она даже в этом случае не решенная Если Спартак удовлетворится третьим местом И выходом в Лигу Европы В весеннюю стадию Лиги Европы То да, частично задача решена Хотя все равно для этого нужно побеждать Хотя бы Морибор дома Но если Спартак рассчитывает играть в Лиге Чемпионов На это точно надеются его болельщики Я думаю, те люди, которые дают денег Спартаку Акционер, его главный акционер Леонид Федун То, конечно, надо побеждать сегодня Севилью Это без вариантов То есть, если Спартак сегодня проигрывает Это третье место Это надежда на третье место Это надежда на третье место И в Лигу Европы к Зениту и Локомотиву Если ничья, примерно то же самое Если ничья... То есть, обязательно, если хотят спартаковцы побороться За все-таки выход из группы То надо... Конечно, смотрите Спартак провел два матча У него две ничьи, два очка Это третий матч Закончится половина группового этапа И если эту половину пройти вообще беспобед На что можно рассчитывать? Тренер Спартака уже делал какие-то заявления? Да, была вчера пресс-конференция традиционная Предматчевая Массимо Каррера в прекрасном настроении Сидел вместе с капитаном Денисом Глушаковым Говорили осенью про конфликт Который сложился в Спартаке между ними Мы даже в этой студии, кажется, об этом говорили Но все прекрасно Оба улыбаются, шутят Дают друг другу пять В общем, атмосфера Как в лучшие чемпионские моменты Но тем не менее Насколько мне известно Каррера сказал, что у Сивилии слабых сторон нет То есть он Оценивает грамотные ситуации Он бы так и про Мари Бор сказал, я думаю Тренер всегда таким образом подстраховывается У всех все-таки свои традиции Какие-то суеверия Ну вообще это правило хорошего тона Говорить о любом сопернике В каких-то, ну пусть не в превосходной степени Но хотя бы уважительном Тем более, когда такой соперник Ну и мне кажется, что это не столько Ну, конечно, уважение в том числе Но если вдруг что То всегда можно сказать Ну я же говорил Задавайте и вы свои вопросы Группу ВКонтакте, страна.фм А также ватсап.вайбер 909-928-189-9 Все спортивные комментарии Я думаю, наш эксперт Да, разговариваем мы о матче Спартак-Сивилия Еще больше дальше Да Телерадиоканал Страна.фм Всем еще раз доброе утро В студии Никита Некрасов и Лиза Калинина И в гостях у нас сегодня Заместитель шеф-жедактора отдела футбола Из Дальского дома Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов И мы говорим о сегодняшнем матче Спартак-Сивилия Который стартует в 21.45 По московскому времени Так что мы ждем результаты Но пока Дмитрий дает нам прогноз свой В общем, все вводные, что ждать Ну, прежде чем Дмитрий даст прогноз Вот, допустим, мне попалась на глаза такая статья Известный футбольный агент Дмитрий Селюк Прокомментировал предстоящую встречу И говорит, что он думает, что Спартак не сумеет взять очки в грядущем матче Даже несмотря на то, что команда КРР будет играть дома Вот То есть Дмитрий настроен вот так Вот, можно сказать, против Протака Ну, не против, а скептично Я думаю, что он настроен так же, как и букмекер Его мнение сложно назвать оригинальным Понятно, что Сивилия фаворит Она изначально котировалась как вторая команда в этой группе после Ливерпуля Хотя, может быть, даже и первая Помним, они с Ливерпулем в первом матче сыграли в ничью После первого тура у всех команд было одинаковое количество очков по одному Так что Селюк тут совсем не оригинален Да, конечно, Сивилий фаворит Надо это признать, и Спартак это признает Но все зависит от Каррера, как он построит игру Ливерпуль тоже был фаворитом Спартак не создал ни одного момента Был только один штрафной удар Спартак ушел достойно со счетом 1-1 Если говорить про составы, у тех и у других все в строю Чтобы уже более прикинуть шансы и тех и других И делать ставки Ну да У Спартака, скажем так, ситуация намного лучше, чем была перед прошлым туром Вернулись самое главное на поле Денис Глушаков и Квинси Промис Два лидера, капитан и лучший футболист По-прежнему лечится нападающий Зе Луиш Травмирован вратарь Артем Ребров будет играть, Селихов Ну, лечится Роман Зобнин, это старая травма Ну а так, Спартак укомплектован точно лучше, чем это было несколько недель назад Что касается Севильи, у нее приехали двое футболистов с небольшими повреждениями Это лидер команды Нзонзи, француз Вообще интересно, что в Севильи, в испанской команде Процессом заправляют французы и аргентинцы Такой есть футболист Бонега, аргентинец, очень хороший француз, который сказал Нзонзи Француз, нападающий Бен Гидер, он забил аж три мяча в ворота Морибора Будет интересно, сыграет ли он сегодня и забьет ли он что-то Спартаку Но это не важно, поскольку Севилья сильна не только конкретными футболистами, она сильна своей скаутской системой, своей селекцией, считается одной из лучших в Испании Находит футболистов, которые считаются ноунеймами и делают их звездами уже у себя в команде Это очень круто, это похвально Болельщикам такое нравится больше, чем покупать звезд за миллионы готовых Они делают звезд у себя в команде Ну у Севилья, получается, все в строю По большому счету Ну вот так или иначе, да, там есть тоже какие-то застарелые повреждения, так скажем Неожиданных травм нету, команда будет в боевом составе Сдавайте вы свои вопросы, 909-928-1-89-9, ватсап, вайбер, смс и группа ВКонтакте, страна.фм, есть уже отдельный пост, вы его не пропустите, я думаю, и комментарии свои тоже давайте Напомню, сегодня в 21.45 состоится матч, Спартак-Севилья, ждем, ну, наверное, уже мест нет, да, все билеты проданы Нет места еще есть, я думаю, о билетах мы поговорим тоже Ну да, чуть попозже, то есть еще попасть на легендарный матч, возможно Реально, да Скоро продолжим, оставайтесь с нами Да, друзья, оставайтесь с нами Доброе утро, всем еще раз отличного дня В студии Лиза Коленина Никита Некрасов И у нас в гостях сегодня заместитель шеф-редактора отдела футбола из Дальского дома «Спорт-экспресс» Дмитрий Зеленов Мы сегодня говорим о матче Спартак-Севилья, который стартует сегодня в Москве у нас дома На стадионе «Открытие арена» в 21.45 Дмитрий дает какие-то свои прогнозы, комментарии И на чем остановились в прошлый раз, билеты еще можно Согласитесь, 21.45 достаточно поздно Ну да Но еще по-божески Нормально Могло быть хуже Но раньше, много лет назад, когда Спартак играл в Лиге Чемпионов Я напомню всем, что Спартак играет в Лиге Чемпионов всегда Ну, в относительно исторической какой-то перспективы Матчи в Москве начинались всегда в 7.45 Потом в 8.45, теперь в 9.45 У нас сейчас с Европой разделяют всего час И это сделано для того, чтобы просто матчи московские и матчи в Европе начинались в одно время Так удобнее для УЕФА, для вещателей, ну и вообще так правильнее Если Лига Чемпионов, все должны играть в одно время Билеты Да, есть ли они? Билеты есть, да Я вчера прогуливался возле КАС у стадиона И видел, что можно купить места на самые разные сектора И на центр, и на трибуны за воротами Рядом стояли спекулянты, грустили Вот как раз хотел спросить Грустили, поскольку, ну, кому они нужны, если есть билеты на самые разные места И, пожалуйста, и болельщикам достаточно просто прийти в КАС и их купить Это на Ливерпуле, когда все было битком, все как огурчики в бочке сидели, друг к другу тесно А сейчас, наверное, все-таки будет немножко попросторнее Хотя я надеюсь на аншлаг Ожидается же болельщики к нам, испанцы, да, правильно? Приедут? Да, да Вы не слышали, не в курсе ли, будет ли такой же прием, как англичанам Мы вот несколько раз осуществляли Акция Gentle Fun, да? Yes, Gentle Fun, да Я не в курсе, но я очень на это надеюсь Мне кажется, это прекрасная традиция Она уже... Вообще, эта традиция стала известна уже не только в России Они и в Европе пишут, говорят И говорят исключительно в позитивных тонах Вот мои друзья искали, например, недавно майки Вот эти уже раритетные Спартак-Ливерпуль На спине майки вся история прошлых встреч Она достаточно богатая И вот этот пятый матч, который был в Москве Тоже там указан Эмблемы двух клубов В общем, все здорово Эти майки раздавали бесплатно всем приезжим болельщикам Ну и, кстати, не только приезжим И тем, кто из болельщиков Спартака Хотел получить себе такую маечку, как сувенир Тоже могли это сделать У меня, к сожалению, нету Ну, я думаю, что если сегодня такая акция будет То нужно будет выстраиваться На открытии арены, друзья Если вы хотите тоже такую маечку себе получить Заполучить, то вперед поддерживать Спартак Билет купить сначала, они еще есть Ну, да, однозначно Кстати, да, 3600 рублей на хорошие центральные места Например, официальная цена в кассах Спекулянты вам будут предлагать эти места за 6 Но вы не поддавайтесь, идите в кассах Вот, видите, как хорошо ликбез у нас Ну, кстати говоря, вот Дмитрий сказал, что достаточно поздно матч Я перед предыдущим туром Евролигии слышал, что Юрий Семин 189, 9, WhatsApp, Viber, SMS Вы можете отписываться, идете ли на матч, купили ли уже билет И чего ждете от сегодняшней игры Ну, все-таки болеем за Спартак Надеемся, что покажут Болеем, но и погода ничего пока еще Лига чемпионов у нас ассоциируется с морозами А сейчас вроде нормально Ну, кстати говоря, возвращаясь к мнению тренеров Мы говорили, что достаточно дипломатично все высказываются Главный тренер Сивили сказал, что я уверен, что Спартак будет играть вторым номером Конечно, легкой прогулки мы не ждем, но все-таки вторым номером То есть Эдуардо Аберисов уверен в себе Поговорим об этом Да, продолжим Стране о спорте Вот Виагра не долетела, а футболисты команды Сивилия долетели Молодцы, молодцы Да, как говорит Дмитрий, уже гуляет по Красной площади Да Дмитрий Зеленов у нас в гостях Заместитель шеф-редактор издательского дома Спорт-Экспресс Заместитель редактора отдела футбола И разговариваем мы о матче Спартак-Сивилия, который сегодня состоится 21.45 на стадионе Открытия Арена Обо всем об этом можете спрашивать нас, вернее Дмитрия, как эксперта в группе Страна ФМ ВКонтакте Обязательно ответим на все ваши вопросы Также по номеру ватсапа вайбера 8909-928-1-89-9 Плюс 7 градусов обещают вечером Это неплохо Не замерзнут Нас-то привыкли Но Сивилия, между прочим, подошла очень ответственно к московской погоде Я вчера был на тренировке Испанцев Они так утеплились Как будто в Москве минус 15 В шапках В этих Как это правильно называется Хомут Да, вот такая на шею штука В термобелье В общем, ничего Все Оголенных участков тела минимум В перчатках только щеки и носы виднелись Ну, нельзя охлаждаться В общем, как у французов мы неразбомбим их, да? В 1812-м Ходили на Красную площадь, к слову, о французах А, ну правильно, пусть они, да Фотографировались на фоне собора Василия Блаженного И там-то они и замерзли Как сказал нападающий Нолито Ага На пресс-конференции Он сидел вместе с Эдуардо Берисо, главным тренером Он сказал, что все прекрасно Красная площадь, великолепно, только очень холодно Аж плюс 7 градусов Слушай, лишь бы наши не замерзли Ну, нет, наши привыкшие Вот как раз ты же сама сказала Наши привыкшие Это однозначно Ну да, это да Мы до перерыва хотели как раз о главном тренере Сивили поговорить Который заявил, что легкой прогулки в этом матче не получится Но все-таки Спартак будет действовать вторым номером Главный тренер Сивили мне очень понравилось, как он говорил Поскольку в большинстве случаев на пресс-конференциях тренеры говорят банальности Что-то, чтобы от них отстали И вообще относятся к этому очень формалистски, да, можно так сказать Берисо отвечал на вопросы честно Он сказал, как, по его мнению, будет складываться игра Так и сказал, Спартак будет действовать вторым номером Спартак опасен на контратаках Нам, то есть Сивилицам, нельзя терять мячи Нельзя позволять Спартаку задействовать его сильные стороны Это качество скоростных нападающих Очевидно, он имел в виду Квинси Промеса В меньшей степени, я думаю, Педро Рошу, Луиза Дриану И также он сказал, что готовясь к Спартаку Он отталкивался Бериса от матча Спартака с Ливерпулем А не от матча Спартака с Морибором То есть себя он считает скорее Ливерпулем Чем Морибором, что, конечно же, справедливо Ну, однозначно Ну вот еще немножечко о прогнозах Бывший капитан и, конечно, один из самых уважаемых Спартаковских игроков в прошлом Егор Титов заявил о том, что Ну, конечно, он сказал, что Скорее всего, Спартак не выиграет Ставит он, хотелось бы, чтобы выиграл Но ставит на 1-1 Вот, и говорит, что Самым большим таким плюсом Который сыграет за Спартак Является домашняя арена Которая, несомненно, поддержит И вот если этот 12-й игрок Как называют болельщиков Сделает все, сыграет правильно То Спартак, может быть, и выиграет Вот так сказал Егор Титов Ну, кому как не Егору Титову Виднее Знать, да, он в свое время Обыгрывал и мадридский Реал В переполненных лужниках Осенью 98-го года И потом Реал тоже был обыгран Два года спустя, по-моему Так что Титов, у него опыт Европейских побед есть Но есть опыт и европейских поражений Так что все-таки Ну, Дмитрий, давайте посмотрим Послушаем новую песенку От Квест Пистол Шоу и Мэджик Кул Ух ты, какой называется! Обязательно, после нее вернемся К нашему обсуждению Спартак-Сивили Доброе утро! Продолжаем, продолжаем Нашу программу Значит, разговариваем О Спартаке и Сивили Да, сегодня матч состоится 21-45 21-45 Открыть аренду Дмитрий Зеленов Заместитель шеф-редактора отдела Футбола с Декциейского дома Спорт-Экспресс Комментирует нам этот матч Значит, мы уже говорили О билетах О самом матче О прогнозах Ну, в общем, в принципе По-большому счету Так рассмотрели Со всех сторон Конечно, не под микроскопом Но все же Еще Главное, чтобы УЕФА Не рассматривал под микроскопом Спартаковских болельщиков Вот, да, про болельщиков Сегодня Поскольку Уже Гостевой матч Сивилии Который будет через 2 недели Спартак Проведет без своих болельщиков Да, их было бы, конечно, немного Но, тем не менее, поддержка Да, там 300-500 человек Все равно Эта поддержка чувствуется И сейчас Главное Обойтись без пиротехники На это очень жестко реагирует УЕФА И, конечно, без всяких кричалок Которые могли бы Да, как-то быть Ассоциированы С какими-то Расистскими выкриками Это тоже Очень важно И ни в коем случае Нельзя давать никаких поводов Ну, конечно, это, во-первых Некрасиво Но, во-вторых Это влечет за собой Очень жесткие санкции Ну, а Если В адрес кого Собственно В Сивилии-то кричать Там все Все честно Никакого В смысле Там аргентинцы И французы Я имею в виду Аргентинцы и французы Я имею в виду Что Как-то Ну да, до этого были Случа Сподвигающих факторов Будет меньше Однозначно Ну, хорошо Давайте еще поговорим О, в принципе Других матчах Евротура Нашего В котором Участвуют наши команды Завтра и послезавтра Ближайшие игры Завтра и послезавтра Да Вот ЦСКА Наверное Ближайший матч Завтрашний Он больше интерес вызывает Да Нежели, допустим Локомотив ЦСКА Несмотря на то Что ЦСКА Был Разгромлен На своем поле Манчестер Юнайтед Жуть Манчестером Юнайтед Да Несмотря на это ЦСКА Вообще-то У него положение Лучше, чем у Спартака Поскольку у ЦСКА Есть три очка в активе У него победа Выездная над Бенфикой В первом матче И сейчас он играет Дома с Базелем Очень неприятной командой Командой, которая Ту же Бенфику Уверенным образом Обыграла И для ЦСКА Если ЦСКА Тоже хочет выйти из группы Сегодняшний матч Завтрашний матч Простите Тоже ключевой Но у ЦСКА Три очка У Спартака два То есть ЦСКА Чуть-чуть посвободнее Себя чувствует Для ЦСКА Насколько важна победа Возможно ли ничья И что осуществит ЦСКА поражение Да нет, конечно Надо побеждать Там, посмотрите В группе есть Очевидный фаворит Манчестер Юнайтед И в группе есть ЦСКА Базель И Бенфик Бенфика, да Она переживает Не лучшие времена Но Это команда С огромным международным опытом И она По ходу турнира Наверняка Прибавит И какой-то сюрприз Неприятный для ЦСКА В том числе Может преподнести Поэтому надо, конечно Забирать свои очки Сейчас Укреплять Свои позиции В качестве Второй команды В этой группе И домашний матч С Базелем Очень-очень важен Поскольку на выезде С Базелем Будет, опять же, непросто Мы все время говорим Непросто Понятно, что в Лиге чемпионов Просто в принципе Не бывает Но мы исходим Из того, что Есть матчи Очень сложные Из равных условий Ну, каковы шансы У ЦСКА Победы ЦСКА Ну, они есть Мне кажется, они выше Чем шансы Спартака на победу Севиль Хотя у ЦСКА Мы знаем тоже Тяжелейшая кадровая ситуация Это однозначно Но не о ЦСКА Сегодня речь В том числе Не о ЦСКА Но и целиком О Евролиге Нашей туре Евротуре Значит Разговариваем конкретно О Спартаке и Севилье Но я думаю, что следующий выход Еще поговорим О двух оставшихся командах Которые Наш Лига Европы Это наш турнир Да, да Там у нас все хорошо Замечательно Где мы первые друзья Уходим на рекламу И скоро вернемся Доброе утро Финальный выход На сегодня Я напоминаю В студии Лиза Калинина Никита Некрасов И в гостях у нас сегодня Заместитель Шеф-редактора Отдела футбола Зальского дома Спорт-экспресс Дмитрий Зеленов Напоминаю Сегодня 21.45 Стоится матч Спартак-Севилья На стадионе Открытие арена Поговорили о прогнозах В общем Ждать результатов Уже будем Все остальное Обсудили Да Ну мы обсудили еще Вот совсем Буквально Недавно Обсудили матч ЦСКА Который проведет Завтра Ну и на очереди У нас еще два матча В которых участвуют Российские команды Это Зенит-Локомотив Зенит 19-го числа Сыграет с Руссенборгом 20.00 Встреча по Московскому времени Начнется И Локомотив Вот к сожалению У меня нет информации С Шерифом С Шерифом Да В смысле Во сколько В какое время Не могу сказать Я думаю Что поздно Опять наверное В 2020 Но посмотрим Мне это не так важно Крест Юрия Семина Да Вот у меня Единственное что Мало Достаточно информации По этим Грядущим матчам Единственное что Удалось найти Что названы Студейские бригады Которые Обслужат Эти два матча Главным арбитром Поединка Шериф Локомотив Стал Венгр А матч Зенит-Руссенборг Будут Обслуживать немцы Я думаю Что помощь арбитров В этих матчах Нам точно Не понадобится Это понятно Мы сказали уже Что Лига Европы Наш турнир Но давайте оговоримся Наш на групповой стадии К сожалению В плей-офф У нас проблемы И чем ближе к финалу Тем больше проблем Увы пока это так Хотя Этот турнир Мы выигрывали два раза Когда он еще назывался Кубок Уэфа Я имею ввиду Российская история СССР в 2005 И Зенит И Зенит И Супер Кубок Уэфа Был еще За Зенит Соперники хорошие Знакомые С Шерифом мы играли С Руссенборгом Наши клубы тоже играли Кстати говоря Это вообще Я помню матч Спартак-Руссенборг И Руссенборг-Спартак В 1995 году Это вообще первый футбол Который я когда-либо посмотрел Спартак тогда обыграл Оба раза норвежцев И установил рекорд Лиги чемпионов Шесть побед В групповом этапе Лиги чемпионов Великолепное было время Каковы шансы? Что у Зенита Что у Лока На что вообще В принципе рассчитывать Может быть соперником Чего ждать? Ну мне кажется Тут стоит наверное Говорить о шансах вообще В Лиге Европы Потому что оба клубы Достаточно неплохо Идут У них Отличные шансы На выход из группы И надо думать о том Как играть В плей-офф Поскольку Мы уже сказали Там начинаются проблемы Зенит и локомотив Это сейчас Лидеры Нашего чемпионата Ну да Первое-второе место Правда оба В последнем туре Захромали Да Мягко говоря Это мягко говоря Тем интереснее Для чемпионата Интрига Закручивается Она вот Умирала Умирала А тут вновь ожила В этом и соль Нашего русского футбола Что все может произойти В любой момент И Оба клуба Чем дальше Будут идти по сезону Тем Им сложнее будет Разрываться На два фронта Поскольку Российские команды Не всегда привыкшие Не всегда привыкшие К тому Чтобы одинаково Успешно играть На два фронта Если мы играем Здорово в Европе Значит иногда У нас могут проблемы Возить на чемпионате И наоборот Ну как правило Наоборот В чемпионате идем хорошо В Европе Все тоскливо Но надеемся Преодолеем эту тенденцию Зенит с его составом С его аргентинцами Это да Должен что-то Ну мне кажется Что Шериф По сравнению с Руссенборгом В общем Так Более проходимая команда Для локомотива Да Но и Шериф У себя дома играет Руссенборг На выезде Это тоже не так страшно Руссенборг страшен у себя В Норвегии Канон из города Тронхейм Поживем увидим Дорогие друзья Время неумолимо Подошло к концу Спасибо вам огромное Спасибо большое Да Обсуждали мы матч Спартак-Сивилия Который пройдет сегодня На открытии арены 21.45 Билеты есть Напоминаю И в костях у нас сегодня Заместитель Шеф-редактор отдела футбола Издательского дома Спортэкспресса Дмитрий Зеленов Спасибо вам огромное До встречи С вами были Никит Некрасов Лиза Калинина До завтра Пока-пока Друзья Отличного дня Стране о спорте Лайф